меня зовут данил я представляю компанию ну в целом меня это интересует ну в целом я понимаю что это такое что это торговля валютами на валютных парах ну в принципе все я думал что криптовалюты это отдельный крипторынок также такие акции но моя компания она широко специализируется на этом всем вы через меня через мою фирму компанию да вы можете торговать и криптовалюта в том числе я вам покажу что я не мошенник чтобы мы сами общались знаете адекватно у меня нету я не ясновидящий как я могу понять кто мошенник то мне а я вам покажу хотите да конечно я вам покажу скажите пожалуйста green яндур собака яндекс.ру правильно это ваша электронная почта вы ее не совсем правильно назвали но да 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 это моя почта я прошу прощения по французски так сказать ничего да сложная почта да 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 но вы правильно сказали давайте так зайдите пожалуйста электронную почту да хорошо мне нужно буквально минутку на это давайте я пока вам отправлю сообщение так так я вам сообщение отправил только что мое имя данил фамилия моя назаров хорошо от меня вам сейчас на электронную почту придет вам сообщение да хорошо проверяйте нет нет я еще не зашел я сейчас я загружаю мне 33 года живу я в москве я я письма пока не получил я да да конечно я встал там зашел последнее письмо было сегодня в час сорок восемь давайте 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 сверим по почту просто вы не совсем ее правильно назвали а вдруг там где-то действительно неправильно она смотрите гриня 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 как григорий и б у р да гриня бур да правильно да собака я на той стороне значит так все правильно это просто нужно время чтобы письмо дошло а ну окей это бывает это нормально смотрите как я как я говорил с 2008 года я сам торгую на этом рынке я активно им пользуюсь вот с того времени 2008 года по данное время я благодаря основной работе и работе на этом рынке я в центре москвы купил себе ну почти там в центре да трешку квартиру трехкомнатную у меня есть машина вот у меня есть жена у меня есть ребенок восьмилетий мне кажется что машина его и смысле жена и ребенок наверное не благодаря рынку скорее всего да на самом деле не ну машина благодаря а жена и ребенок это мои усилия как бы да вот но тем не менее я их обеспечиваю чтобы просто осознавали что я я как человек мужчина я способен их обеспечить благодаря именно рынку форекс или какому-то другому нет именно рынку форекс я вот торгую на рынке форекс это в основном валютные пары я покупаю акции я купил вот сейчас я купил золото почему золото как вы думаете но вы имеете ввиду что купили для того чтобы его продать или для того чтобы его хранить инвестировать золото я я в него инвестировал я его купил сейчас чтобы потом в январе его продать в январе ой это очень долгосрочный прогноз вообще не представляю что будет в январе а почему ну давайте скажите просто я реально не представляю как можно так далеко заглядывать отлично хорошо смотрите сейчас неизвестно к сожалению почему золото сильно упала в цене очень сильно на данном этапе я его купил за почти полторы тысячи долларов за унцию но мы знаем каждый год течение всего существования этого рынка китайскому новому году цена просто приближается в пик она просто взлетает на окно китайскому новому году а китайский новый год в январе да да вот вам элементарный прогноз григорий кстати говоря я читаю вашу фамилию мне почему-то хочется прочитать не бурлаков а булгаков но я на самом деле не бурлаков я бурлаков а тут уже бурлаков этот булгаков не очень хотя бы подождите а смотрите я вот сейчас смотрю на график и рост был в двадцатом году в летние месяцы ну то есть золото росло оно где-то вот наверное середина года так скажите пожалуйста во первых каким графиком вы пользуетесь я в мт4 сейчас смотрю до это платформа для так скажем так опытных трейдеров а я другой даже не знаю я знаю что есть мт5 вот мне предлагали они торговать роботом в альфа в этом форексе но там кредит на плечо всего 40 и поэтому нужно иметь очень большой депозит я отказался я понял смотрите видите в интернете критикал это тоже платформа но надо новичка нет нет не знаком с их критикал даже не слышал по моему критикал это знаете более так для новичка обучение где какая кнопочка что она значит но я смотрите я метод рейдер 4 в принципе ну там как-то там с горем пополам уже понимаю как там график добавить как изменить таймфрейм вот там как индикатор добавить робот я просто сейчас стараюсь пытаюсь точнее торговать роботами сам руками не торгую потому что но не могу предсказывать цену а вот роботы но с горем пополам там что-то наторговываю скажите мне пожалуйста а что вы знаете про таких как take profit ну нет ну да ну да нет ну да конечно я же обитаю на форумах в телеграм-каналах я когда начал знакомиться с рынком я вну много этой информации там как старался читать ну ты профит это же вот стоп лосс это же прям абсолютно изначальное я я не я не знаю как рассчитывать там этот как его money management risk management вот эту маржу там кредитные плечи вот это для меня и как бы такой глухой лес я конечно это все для меня тяжеловато я вам скажу по секрету что наша компания все это делает за вас она все это рассчитывает для вас облегчить вам торговлю а каким образом пожалуйста нет а таблица страдов она мне как поможет не совсем понимаю а как мне таблица спредов поможет я просто этого не совсем понимаю хорошо смотрите давайте так в этой компании где вы торгуете какой спред его берут комиссию дака он же плавающий он на каждой валютной паре разный а у нас нет а у вас фиксированный спред да если вы торгуете валютными парами один спред основной фиксированный если вы торгуете криптовалютой у вас другой спред тоже фиксированный а как вы добиваетесь фиксированного спреда нет нет я просто у меня например брокер у него спред настолько плавающий особенно в полночь в ночные часы или смене часа это расширяется очень сильно прям вообще значительно я один раз так ну немало денег потерял этот брокер берет вас за прибыль вы понимаете он более прибыльные для него часы просто берет вас больше комиссии точнее прибыльные для вас часы он берет вас просто комиссии просто как смотрите как мне объясняли когда я узнавал почему так спреды прыгают мне сказали что это из-за того что ну на рынке разная активность в разные часы в разные там сутки и на разных биржах то есть есть же там азиатская биржа там тихоокеанская биржа там какая-то не знаю счетом бирже диска не знаю вот и когда ну на каждой бирже типа своя ликвидность свои деньги там все такое и поэтому спред он разный вот я поэтому и говорю как вы добились того что у вас спред не прыгает это ведь на самом деле очень удобно это легко рассчитать свою так скажем прибыль опять же это делается всем условиям для того чтобы вам трейдеру было проще мы максимально делаем простоту ваших движений и все то есть понимаете в основном брокеры зарабатывают на комиссии правильно но мне кажется что только на комиссии же зарабатывают или на чем-то зарабатывают только на комиссии но поймите меня пожалуйста некоторые брокеры берут комиссию вообще прибыли правильно они выводили свои средства на вашу банковскую карту обратно нет еще ни разу я еще не заработал кто платит за комиссию при выводе ваших средств обратно но мне кажется что за все трейдер платит в то есть частности я только я плачу а я вам скажу что моя компания оплачивать вам вывод личных средств на вашу банковскую карту какая-то акция наверно разовая вряд ли вы будете постоянно делать это так давно вы работаете ну что ваш брокер это очень давно я думаю что все брокеры то они там ну по несколько лет работают и закрываются а вы знали что в америке брокерство процветало еще в 80-х годах когда я еще грубо говоря даже в мире не был нет ну да про это я слышал я там правда не совсем года помню но я когда ознакомился с информацией я там да и листал сканы книг каких-то там да там древних древних там не знаю 90-х может быть годов но мы с вами в 90-е жили для 90-х это вот яркое вспоминание опять же давайте поговорим про комиссию вы говорили да мы зарабатываем знаете на чем если ваш тот брокер ваш второй брокер зарабатывает на вашей прибыли да он учитывает волатильность рынка и берет вас мы зарабатываем на вашей активности чем вы больше открываете сделать тем больше мы зарабатываем то есть на каждой вашей открытой сделке мы берем фиксированные комиссии да как то же самое и у всех брокеров то есть со сделки до берется комиссия там например одна сделка это допустим там полтора доллара на там не знаю на тысячу единиц базовой валюты я в этом плохо понимаю но вот что такое верно вы говорите смотрите как я говорил у нас на все есть своя комиссия фиксированная это в среднем 2,5 доллара и все больше вы нам не платите никак а смотрите 2,5 доллара а спред тогда какой спред это разница между ценой ага ну мы работаем благодаря этой комиссии вы понимаете то есть получается что спред нулевой получается да ну почему же налево то что зависит от вас понимаете вы вы торгуете вы чем дешевле вы купите наружу вы продадите правильно это для вас это для вас разница правильно не я думал что спред это разница между ценой покупки и ценой продажи да да правильно то есть ваша задача это как вот брокер трейдера да купить подешевле продать подороже вот для вас это получается но я еще видимо не до конца понял что такое вот этот спред все таки потому что ну давайте так спред это в любом случае комиссия это давайте слова синонимы ну да я например купил допустим там золото как вы сказали там по полторы тысячи долларов да вот а из ту же секунду могу продать и допустим но не за полторы а за тысячу пятьсот десять и вот вот это действие это и будет спред как бы вот это вот а вы-то сказали два с половиной доллара то есть это и получается то есть два с половиной доллара по золоту только что ли смотрите или это по всем валютным парам для всех валютных пар средняя комиссия вообще официрована два с половиной доллара мы говорим про валютный а это за один лот или за 001 лот то есть это вот за сколько берется за то что вы просто нажимаете продать или купить все мы-то это берем с вас за свои доллара и все смотрите а ведь можно открыть сделку на один лот а у вас вообще какая вот нам не важно объем вашей сделки а если я открыл сделку на 001 лота у вас какая лотность вот разряды слота то есть можно купить там за 1 за пол лота там 01 лот самый минимальный 01 лот самый минимальный 0 1 то есть я хоть покупая за 01 лот хоть за 1 лот я всегда все равно плачу два с половиной доллара ну для этого у нас есть таблица спрэдов на наши вот я вам обновите пожалуйста да 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 сейчас посмотрю конечно просто если так то конечно надо покупать тогда у вас целыми лотами так будет скорее всего выгоднее да конечно просто один лот это возможно очень много для моего депозита то есть это один лот это же прям скажите пожалуйста скажите пожалуйста что вы знаете о минимальной безопасной сумме для выхода на финансовый рынок ну мне кажется что это вот как раз и относится к вопросу мани менеджмента и риск менеджмента и каждый для себя сам определяет уровень риска нет 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 не кажется для себя это мы понимаете мы международная компания мы не отечественная компания мы не зарегистрированы в россии понимаете да я понял вот почему к чему я все говорю да потому что мы ориентируемся на весь мир если весь мир принял что определенная сумма это минимальная безопасная сумма это чтобы выдержать просадку рынка вы понимаете чтобы просадка рынка именно рынка нет не понимаю я знаю что вот просадка моего счета рынка нет ну допустим смотрите у вас есть 10 долларов да ага допустим вы открыли сделку на 6 долларов правильно так и рынок пошел вниз вы начинаете терять свои деньги то есть рынок пошел вниз у вас уже минус 7 долларов вашего счета минус 8 минус 9 минус 10 и все ваша сделка закрывается ага но прогноз был какой прогноз был то что этот график пойдет вверх вы поставили то что он пойдет вверх и вы не выдержали он дошел до минус 11 и дальше пошел вверх и вы бы заработали бы на этом понимаете а так как у вас не хватило денег чтобы вот эту просадку выдержать понимаете ваша сделка просто автоматически аннулировалась она закрылась ну вы вы все но это для меня пока сложновато если честно вот так сказать сложновато немного для меня это ну для этого есть я который вам это все объясню и расскажу проверьте пожалуйста почту да сейчас проверю я ее правда уже проверял сейчас еще раз проверю может быть ну просто не приходила может быть продублировать давайте я вам сообщили на телефон пришлю сейчас одну секунду сейчас я проверю еще да еще ну не не пришло сейчас в помощь проверю давайте я вам сообщили а все да спам пришло в 18.56 две минуты назад долго кстати шло письмо так даниил назаров через два и не даниил а даниил правильно верно верно да значит так смотрите первая ссылка это ссылка на нашу компанию звоните пожалуйста макси маркетс да да макси маркетс . а и смотрите а и это какая страна получается а и международная как и ком это аналогично ком все я понял просто я у меня сразу ассоциации с какой-нибудь австралией что-нибудь вот такое верно верно смотрите вы когда автоматически оставляете регистрацию чтобы мы вам набрали мы автоматически для вас уже приготовили ваш личный кабинет то есть он автоматически вместе с вами создается что вам нужно нажать это авторизация регистрация видите креная кнопочка я вам покажу клиенту нашему да да сейчас клиенту нашему объясню покажу и расскажу да хорошо все я зашел у меня отобразилось окошко авторизации да а что вам нужно вам сейчас нужно в верхнее поле ввести вашу электронную почту да введена так я сейчас для вас готовлю одноразовый технический пароль так секундочку пожалуйста блин но я не помню кстати не нажимал кнопку зарегистрироваться это точно помню там была какая-то кнопка типа получить то ли обучение то ли еще что-то видео или курс какой-то я помню это было буквально на днях сегодня по-моему это было сегодня мне казалось что это вчера было ну может ну мне кажется все-таки вчера потому что сегодня был очень сильно занят меня знаете что у вас заинтересовало то ли макси академия или вот что-то такое у вас есть сейчас я посмотрю мы указывали при регистрации вы указывали да у вас прям вот это типа социальной сети или что-то такое вот блин смотрите пишите пароль пожалуйста я приготовил вам пароль пишите сейчас одну секунду я просто посмотрю я закладку оставлял на вот эту вашу я просто что-то не помню как она называлась смотрите я вам сейчас скажу аааа так нет почему то я ссылку не оставил но я просто я там я кстати там зарегистрировался вот на той платформе я зарегистрировался ага смотрите да 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 вот это мне интересно конечно ну а быстро же обучение проходит в этом как его вебинаре я из вологды чего-чего такого вологда ох я не слышал ни разу вы смотрите иногда в нашей стране в российской федерации проводим живые заседания живые тренинги живые вебинары прям в пандемию но понимаете есть такие моменты когда мы можем это делать но просто не ну достаточно опасно у меня только сегодня с работы пришло письмо о том что умер к сожалению один коллега умер умер коллега один от коронавируса хорошо да 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 ввожу 1 2 3 4 5 6 и английская буква маленькая а эй ну я по давайте да я понял мне так привычно это технический пароль я вам сейчас подскажу как его поменять эээ так да я зашел видимо личный кабинет правильно смотрите опять же сайт заточен под то чтобы вы обучались понимаете да 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 я понял здорово справа вверху есть кнопочка депозит нажмите пожалуйста нажал сейчас загружается там должно быть долго загружаться и там слева будут личные данные видите слева вижу нажал изменить пароль вижу да так старый пароль 1 старый пароль от 1 до 7 я уже забыл 1 2 1 до 6 и английская а все я понял так хорошо пароль был изменен так я проверяю так ну пожалуйста я вас найду а вот вы так 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 подтверждаю пароль изменен теперь пароль а вы что мой пароль видите что ли нет я не вижу ваш пароль но мне пришло сообщение что юзер это вы поменяли пароль а а это ваша безопасность понимаете конечно да это важно очень все хорошо так вы поменяли пароль смотрите а нажмите кнопочку торговать а то есть уже уходим только один пароль и все да больше ничего не надо давайте я вам просто покажу нашу платформу давайте у меня смотрите у меня тут перед кнопкой торговать есть такая вышла типа реклама стань экспертом в трейдинге и пройти курс пожалуйста и проходите вы же интересуетесь и проходите но сейчас для вас я убиваю свои силы рассказываю вам нет просто вы мне позвонили сказали что вы меня сейчас обучаете просто может быть тогда здесь пройдем сейчас обучение это обучение за то что это под тех клиентов которые не связаны с нами то есть которые не общаются с нами а понял то есть это для самостоятельного да изучения я понял хорошо я на кнопку торговать нажал так вы вышли на платформу загружается получается смотрите загружается луадинг так смотрите он что-то какую-то ошибку написал по-английски take a tour want you like я понял все нормально хорошо тут и cancel или yes куда нажать назад вот закройте это а тут а ну на крестик тогда понял ага да 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 надо смотрите так нажмите на наш логотип все вверху максимаркет ваша стратегия заработка да нажал терминал это наш сайт а я обратно на сайт вернулся правильно правильно зачем я в терминал заходил тогда куда попасть нет чтобы поменять пароль торговать я вас пытался завести торговать чтобы показать вам платформу так так а мы не что там не посмотрели я туда 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 зашел и сразу сказали нажать на ваш логотип и я сразу сразу вышел потому что мы не смогли туда попасть нет я в терминале так в каком вы нажали терминалы нет так и вы же сказали торговать я нажал торговать у меня вышел график и вы сказали нажать на максимаркет ай-яй-яй-яй-яй и мы правильно нажимайте торговать снова я подумал нет а у меня вкладка эта не закрылась у меня открылась ваша главная страница в новой вкладке правильно для ваших удобств заходите на эту вкладку а ты обратно а все-все я вернулся на нее вот смотрите вы сейчас находитесь на платформе X-Critical это та же платформа это та же платформа что MetaTrade да МТ4 но она как бы данная но это веб-платформа правильно веб-платформа конечно но я бы не очень хотел работать в веб-платформе потому что ну потому что на MetaTrader 4 существуют разные индикаторы всякие там помогающие и тут есть да все есть давайте я вам покажу но смотрите Даниил наверное разница как минимум в том что на MetaTrader у меня есть платные индикаторы которые я покупал и я же их там не смогу на вашу платформу установить нет вот а там я покупал понимаете у меня один индикатор стоит 8000 рублей не хотел бы расставаться с ним хорошо давайте я вам могу узнать у нашей финансовой стороны про эту новость про какую вы подавите 2 секундочки ну это про индикаторы про ваши а ну хорошо так мы можем разрешить вопрос затем обращать секунду спасибо да да алло не совсем понял вас если честно у меня-то платный индикатор от разработчика я покупал индикатор у разработчика давайте так если вы покупали индикатор у разработчика то на нашей платформе x-critical он не будет работать я также у нас и вторая платформа metatrade 4 вот что вы пользуетесь от разработчика она останется да 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 я и хотел бы там работа не уточнили что вы купили у разработчика не у брокера это важный вопрос нет я у разработчика но у человека который разработал по крайней мере он так не сказал нет у брокера ничего не покупал я знаю что брокер бывает дают да хорошо бесплатные индикаторы для вас а как их можно посмотреть куда надо нажать а сейчас секундочку алло 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 смотрите давайте так а видите справа вверху троеточие там где search и три точки это имейте виду написано корч и три точки это от права вверху извините я слева справа до дополнительное меню сейчас данил а можно на русский перевести потому что можно конечно как перевести на русский терминал а нет вы имеете ввиду что надо перевести именно google хромом они у не вашей как же этот ваш у вас нету русской версии терминала а вот как а все нашел надо на шестеренку было нажать да на шестеренку все на русский перешел теперь стало более понятно все я нашел нажал на три точки а да 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 торговый с критикой а чё за ты в их критиком это канал который позволяет разобраться в этом в нашей платформе алло алло вас плохо слышно геннадий я просто включил я григорий я включил ваши этот и x critical ты вы просто посмотрите что такое тут какой-то еще ты в финн версия а вместо трейдер нет такого я просто про поводу тв тв а что это такое за тв это ну а но для чего ничего интересно обучаться нет вы мне не показывали я бы да 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 я с ней тоже не уходил я ушел вниз страницы все вижу все вижу я уже вижу я уже зашел на youtube канал только я не вижу обучение тут только в основном какие-то люди да правильно правильно так это должно быть мы лишь перед тем как торговый сайт ну вот есть вебинар с экспертом увидел да пожалуйста мы же должны уметь с вами манипулировать новостями а у вас эксперты работают метод рейдер 4 не в x critical что вы говорите у вас эксперт работает вот на ю тубе он работает в метод рейдер 4 не в x critical ничего у него баланс три миллиона семьсот девятнадцать тысяч долларов представляете ну вы понимаете баланс я сначала увидел просадку минус двести четыре тысячи ну профит минус 204 я думаю нифига себе сделки на минус 200 тысяч а потом смотрю какой баланс то теперь понятно почему с таким-то балансом почти 4 миллиона вы можете себе любые просадки позволить конечно конечно вон у вас открывается 5 лотов 10-15 давайте так геннадий секундочку пожалуйста посмотрите меня пожалуйста понимаете в зависимости от баланса вы открываете все сделки вот смотрите давайте возьмем так ситуацию насчет просадки вы в каком соотношении вообще торговали скажите пожалуйста что у вас был баланс а я вообще с 1000 долларов понимаете максимальная маржа от 1000 долларов это 100 долларов 80-100 долларов не знаю извините я говорю нет даниил с маржой не успел еще разобраться не знаю что такое но я понимаю что такое маржа хотя нет не буду брать не понимаю я знаю у меня в мета трейдере показывается маржа там показывается маржа уровень маржи но что это такое я не понимаю вот у меня например сейчас если говорить да у меня баланс так а это демо счет что-то большой баланс слишком вот у меня баланс например сейчас 917 долларов средства 790 маржа 30 что за маржа 30 вообще не понимаю свободно маржа 762 это ваши деньги которые задействованы на делке маржа это все ваши деньги которые вы спускаете в сделку понимаете и понимаете маржа вы у вас есть маржа понимаете и компания предоставляет вам кредитное плечо нет я вот про кредитное плечо знаю вот по поводу маржи просто понимаете я вот из своей жизни гражданской не связанной с трейдингом я понимаю что маржа это разница между ценой продажи и покупки ну то есть вот я например товар купил нет я говорю нет я говорю не в трейдинге а вот например я вам я поставщик а вы допустим там директор магазина я продаю вам например там не знаю мясо по 200 рублей а вы продаете его по 250 вот 50 рублей это маржа то есть мы обычно в жизни не пользуемся теремином спред мы не говорим спред 50 рублей мы говорим маржа 50 рублей а что такое маржа в трейдинге ну не совсем я это еще не добрался я до этого пока еще давайте так сейчас вам повезло сейчас со мной стоит личный эксперт который работает с людьми вот если вы хотите если вы хотите я могу вам сейчас передать трубочку чтобы вы задавали ему вопросы ну я просто не знаю насколько сейчас уместно вот это все ну обсуждать я просто не настроен обучаться сейчас хорошо скажите пожалуйста то есть у вас есть тысяча долларов правильно на вашем торговом счету ну сейчас из-за того что у меня были при просадке у меня сейчас баланс 917 долларов образно говоря образно говоря правильно ну образно говоря да ну 900 все таки не 1000 а ближе к 900 а если я сейчас закрою все свои открытые ордера у меня вообще будет 789 то есть я сейчас в просадке на 130 долларов почти что я не знаю откажите пожалуйста а вы устанавливаете стоп лосс иногда а иногда я торгую сеткой а почему иногда ну потому что если я торгую со стоп лоссом у меня почти каждая сделка закрывается по стоп лоссу понимаете ага хорошо я вас услышал проблема в том что вы неправильно пользуетесь новостями вы неправильно манипулируете новостями я вообще по новостям не умею торговать понимаете я пытался ставить отложенные ордера по новостям и меня всегда вышибает мои отложки понимаете потому что цена она хитрая вот как будто я не знаю то ли это брокер то ли это вообще рынок так устроен что он сначала идет мои активируют отложенные ордера а потом идет в обратную сторону понимаете так смотрите давайте я вам приведу прямой пример скорая зима все мы это знаем скорая зима да конечно я знаю это скорая зима да да правильно ну у нас начался уже у нас уже неделю как включили батареи хорошо скажите пожалуйста как вы думаете если весь мир покупает газ в мире на рынке газ становится меньше как вы думаете газ он дорожает или дешевеет если его становится меньше на рынке но если дефицит то всегда цена дорожает всегда правильно то есть если товар дефицит то цена на товар возрастает конечно это ясно каждому смотрите мы знаем что сейчас еще страны активно могут докуповывать газ скуповывать его максимально упаковывать нет скуповывать покупать скуповывать понял хорошо понял покупать понял покупают они газ то есть на рынке газ становится меньше и он скажем так начинает быть дороже правильно ну я вашу логику понял я просто мне кажется что газ это меньше ведь не становится наверно он же не в дефиците давайте 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 знаете что ну в каждой стране есть глава своего центрального банка правильно ну я так глубоко не знаю но у нас по-моему это Эльвира Набиулина возможно в других странах тоже есть я не могу знать смотрите в каждой стране есть это центральный банк давайте вам примерно евро приведу да смотрите сегодня в пять часов вечера по московскому времени выступала глава европейского центрального банка после чего Лагард не Лагард Лагард все правильно все значит где-то я этой новости ну может бросалась мне в глаза но я по новостям не торгую в 17 часов да по-моему да в 17 давайте посмотрю ну нет а мне негде смотрите просто у меня в терминале есть новости и я вот сейчас смотрю но у меня есть в 16 56 и 17 08 а вот ровно в 6 ничего нету так так смотрите сейчас а нет я прошу прощения я перепутал вчера она выступала а у меня так новости так далеко вроде бы нету я заработал я заработался не обратил внимание вчера она выступала по-моему в 5 45 около этого времени по москве вот и после ее выступления она ну во время своего выступления да во время своей истории она сказала она сказала что у нас возникают некоторые трудности скажем с нашей местной валютой и это это тоже эти слова повлияли на рынок ну я знаю да нет это я знаю что по новостям люди торгуют и любое там слово я же видел вот эти нон фармы новости нон фарм США я читал что рекомендуют переставать торговать и вот я пытался там обуздать рынок и на нон фарме торговать вот где меня там вышибало просто вот у вас из-за того что спред фиксированный вы этого не видите что творится на рынке во время нон фарма просто котировки вот эти спреды начинают скакать графики просто как сумасшедшие это честно это даже весело смотрится у них как этот как конвульсии бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам верхний сверхний 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 вот так вот прям вообще я не знаю как можно торговать на новостях вообще не понимаю как цена так быстро уходит вверх а то возвращается назад да 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 сейчас секунду бинобобиль не принеси Калифорния но это в США это Лос-Анджелес нет правильно правильно смотрите давайте так я прямо сейчас с вами зайду на карту Калифорния Дримс ну я можно не буду заходить на карту я просто прилег сейчас хорошо я сам зайду чтобы вам правильно подсказать устать сидеть уже сегодня весь день сейчас понятно конечно правильно делаете вот смотрите есть побережье Калифорнии знаете ну это восток не запад США по-моему ну не важно не суть на этом побережье стоят несколько нефтедобывающих вышек и выходит новое что по этому побережью прошелся цунами ну да нет это я понимаю да о чем вы сейчас говорите соответственно запасы нефти ну добыча уменьшается запасы сокращаются нефть начинает дорожать это я понимаю о чем вы говорите но я нефтью Даниил я нефтью вообще не торгую потому что ну она тоже надо обладать большим депозитом так же как и по золоту нет 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 опять же в зависимости от объема который вы хотите торговать ну 0.1 лот ну понимаете ну это ну сколько это в долларах вот если 0.1 лот вот движение на один пункт по нефти лотом 0.1 лота вот на один пункт это сколько в долларах будет смотрите я зашел на нашу платформу выбрал золото поставил 0.1 лот и знаете сколько 0.1 лота будет у вас стоить сколько 89 долларов это движение одного пункта 89 долларов это маржа ваша 89 долларов я не знаю что такое маржа понимаете а ну подождите маржа она вычитается из моего депозита правильно правильно это все я понял смотрите если я торгую с депозитом 900 долларов вот как у меня сейчас есть одна маржа ну примерно 90 маржа 0.1 лота это получается что я могу 10 открыть сделок с лотом 0.1 правильно верно почему нет все я понял все ну тогда у вас можно торговать без топов можно маркингейлом торговать потому что я могу 10 ордеров открыть у нас преимуществ больше конечно у нас преимуществ просто больше мы не ограничиваем вас в сделках вы можете открывать сколько хотите мы вас не ограничиваем Данил а слушайте а почему у вас нельзя открывать сделки 0.0 одним лотом то есть еще с одним нолем чтобы так и делаем не вы сказали что 0.1 лот у вас минимально так секундочку это я прочитаю и вам точно скажу секундочку да потому что видите если бы можно было открывать 0.0.1 то это можно тогда стоил открыть сделок тогда бы одна маржа стоила 8.9 долларов то есть с моим маленьким депозитом лучше конечно 0.0.1 или там как на центовике на робофорексе там вообще господи 4.0 или 3.0 после запятой ну это конечно не серьезно это было да 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 смысл этого просто чисто на объеме брать ну не понимаю ну я тоже да не понимаю кто торгует на центовиках они понимаете также усилий тратят только же как и все остальные а зарабатывают копейки сейчас одну секунду одну секунду да конечно а нет все все просто жду звонка родственник приезжает и да 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 смотрите в чем ну да мы можем открывать лоты 0.1 не 0.01 а 0.1 а по валютным парам тоже 0.1 0.01 нельзя нет а смысл объясните смысл ну смотрите смысл в том что будет больше шансов неслить депозит то есть чтобы можно было больше ошибок сделать до слива депозита то есть а мы вам не позволим их сделать понимаете ну а как же а как же смотрите ну конечно вам 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 компания предоставляется бесплатно личный эксперт понимаете не совсем понимаю он же не будет на меня работать правильно он на вас и работает а как личный эксперт тот человек который вам индивидуально предоставляется который под вас лично выбирает Лично под вас выбирает стратегию заработка. Лично выбирает то, что вы хотите, как вы хотите, чем вы хотите зарабатывать. Ничего себе. Хорошо. Это, наверное, я не знаю, мне по карману ли это будет, вот так скажем. Это бесплатно. Да, ну, такого не может быть. Личный эксперт вам... Давайте так. Давайте так. Я вам сейчас даю личного эксперта бесплатно. Просто с ним пообщайтесь бесплатно. Ну, сейчас-то понятно, что я ничего не должен платить. Ну, хорошо. Ну, вот, просто пообщайтесь, поймите, как он работает. И все, хорошо? Одну секунду. Да, хорошо. Хорошо? Алло, Григорий, здравствуйте. Да, добрый день. Меня Сергей зовут. Сергей? Представляю, поддержка компании «Макси». Да, 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 Сергей, Сергей. Ага. Так, сейчас, секундочку, вы помиксили, буквально минутку. Погодите, пожалуйста. Да, конечно. Алло, вон. А, да. Так, вот, теперь вы учите. Так, Григорий, смотрите, мне с вами за нее соединено. Я так понимаю, в принципе, вы человек торгующий уже. Ну, это, что он мне рассказал. Да, есть какие-то вопросы, в принципе, по формату работы нашей компании. Правильно? Ну, да, так скажем, не совсем понятно, наверное, как вот вы работаете в том плане, что вот, но он сейчас только что мне, только-только сказал про личного эксперта. В принципе, некогда было разобраться. Я сам вообще сейчас руками не торгую, у меня только алготрейдинг. Вот. Работаю с советниками. Ну, в принципе, все. Только сейчас начинаю изучать рынок, по сути. Я понял. То есть, роботы им пользуются. И как получается вообще? Ну, смотрите. Есть прибыль каждый день. То есть, в принципе, у меня нет отрицательных, наверное, дней вообще, но у меня висит просадка всегда. То есть, у меня вообще не бывало такого, чтобы у меня просадка была меньше, ну, 10% от депозита. То есть, грубо говоря, вот я, например, за сегодня, вот сейчас смотрю, у меня наколотил робот 26 долларов, но это минус мои 1,6. Я тут руками залез, сколько раз себе говорил, нельзя руками лезть. Вот я залез руками. Всего на 0,02 лота. Короче, пошла цена вниз. Я 0,01 лота закрыл, чтобы просадка не росла. Вот у меня 1,6 доллара минусом из-за меня. Короче, суммарно сегодня плюс 26 долларов, но просадка 126. Вот сейчас вот она уже, вот висит, вот она, 126. То есть, если я сейчас закрою все ордера, у меня за сегодня будет минус 100 долларов. 26 я заработал, просадка минус 126. Понимаете? И так каждый день. Вчера там тоже было в долларах, например, 20. А просадка, она всегда изо дня день врастет. Понимаете? Я не знаю, как из этого замка выйти. Вы знаете, просто это очень интересно. Убери-то, в секрете, просто открывается, по идее, встречные сделки. Да, просто по разным инструментам, чтобы как бы не особо это было видно. Ладно, я понял, да. Почему, в принципе, здесь просил, потому что я такой человек, который роботом, алгоритм, машинам всяким недоверяем. Я привезу делать руками. Ну, они хотя бы, понимаете, хоть чуть-чуть зарабатывают. Потому что, когда я суюсь своими руками, ну, у меня всегда минус. Я не понимаю, как люди торгуют руками. Вы сами торгуете? Не, да роботом, роботом. Я купил, смотрите, я купил индикатор. Купил даже не индикатор, а целую торговую систему. Ну, цена небольшая, 8 тысяч рублей. На тестах, на истории, да, на демонстрации, ну, все шикарно. Сделки открываются не часто, даже не каждый день. Но вроде бы, вроде бы, ну, всегда в плюс. Блин, ну, у меня как-то, то ли я плохо работаю, но там надо, конечно, мне сразу сказали, надо иметь железные нервы. Потому что бывает, ну, надо пересиживать. То есть, иногда цена идет не в мою сторону, надо ждать, пока развернется. Я не могу ждать. Вот у меня там пошла цена против меня. Уже там, ну, смотришь, минус 10 долларов, минус 20 долларов, минус 30 долларов. Ну, я не могу вот это терпеть, понимаете? Я закрываюсь. Вот я сегодня закрыл, даже у меня было минус 3 доллара, я уже 0,01, ну, половину вот этого своего ордера закрыл, чтобы у меня не росла просадка, понимаете? И цена, я только закрыл, и цена опять пошла против, ну, в мою сторону. Это вот фунт-доллар, понимаете? Фунт-доллар. Вот сейчас цена пошла вверх. Я закрылся, и она сразу пошла вверх, туда, куда мне надо, а я уже закрылся. Я не могу руками торговать. Я понял. Знаете, на самом деле, скорее всего, проблема не вас. А меня сориентируйте. Это очень-очень важный момент. Где у брокера, у кого брокера вы покупали торговую систему? Я не у брокера, я покупал ее, я нашел в Телеграме, в одном из каналов, то есть там, не знаю, десятки я подписан, нашел человека в группе, и у него спросил просто, есть что-то на продаже? Он говорит, да, есть, вон, смотри, там, в Ютубе, там, какие-то, ну, там, отзывы, еще что-то. Я посмотрел, да, вроде все нормально. Человек, ну, такой, вроде надежный, да, там, что-то пишут всегда, там, обсуждает какие-то дела. Я взял, купил. Я понял. Хорошо, смотрите, Григорий, я вам объясню ситуацию, в чем она заключается. В любом случае, даже если вы торгуете на МТ-4, у вас должен быть чей-то сервер, то есть у кого-то определенного брокера. Принес брокера вы не торгуете на рынке. Конечно, нет, так подождите, в смысле, конечно, а как, я же не сам торгую. Что? Так на МТ-4 сервер у вас какой? Ну, я не знаю, какой сервер, брокер у меня Альпари. Вот, вот это другое дело. Альпари, окей, хорошая компания, тут не поспорим, с ней проблем нет. Но ситуация заключается в чем, я так понимаю, вы у кого-то человека купили вне Альпари, на платформу Альпари, да, и установили его робот. Ну, Альпари, мне кажется, вообще ничего не продают, они только свои курсы продают, инфобизнесмены. Там, причем, они, знаете, как продают по-хитрому? Типа, у нас все бесплатно, но для того, чтобы поучаствовать в курсе, внесите, пополните депозит на 500 долларов. На 500 долларов, только для того, чтобы послушать там их какой-то курс. Я знаю, просто в Альпари ситуация заключается, у меня там счет тоже есть, компания нормальная вполне. А у вас ПАМ-счета там нету? ПАМ-счета нету? ПАМ-счет счетов у нас нет. Потому что я вообще с Альпари, почему я начал сам торговать? Я пришел в Альпари на ПАМ-счета. Ну, это отдельная, конечно, история. Все мои, абсолютно все ПАМ-счета слились, все. И я понял, что, ну, если ты хочешь что-то заработать, надо торговать самому. Конечно, это в любом случае... Просто найти бы, понимаете, Сергей, найти бы хороший ПАМ-счет, который не сливается. Там есть ПАМ-счета, которые долго живут, но они мало зарабатывают, они слишком консервативные. А те, которые быстро зарабатывают, они могут в день несколько сотен процентов поднять. Ты зайдешь туда, а они сольются на следующий день. Там просто десятка, десятка этих ПАМ-счетов, ну, может, двадцатка, она чуть-чуть не каждую неделю обновляется. Понимаете? Я понял. Смотрите, Григорьич, я хочу, в принципе, нанести свою мысль какую-то по данной ситуации. Я согласен с вами, полностью говорить о очень правильной вещи. Ну, как бы, все равно, если торговать роботом, хотя, в принципе, скидь разбираться, торговать своими руками. Это очень правильная позиция, потому что робот – это такая машина, в любом случае, такой механизм, который неустойчив. Сами понимаете, допустим, их нужно изнашивать, какой бы вам проще, либо не было. Поэтому ситуация, в чем заключается, мы немножко другой формат введем. Ну, это немножко можно сравнить с Альпари, допустим. Альпари, если вы хотите нормальное сопровождение, у вас должен быть баланс хотя бы 1100 долларов. Мы с вами говорим не о таких цифрах. Это очень много. Мы говорим с вами о минимальных типах счета, это раз. В чем заключается ситуация? Мы работаем примерно по той же системе, но у нас формат идет до до. Допустим, опять же, с минимального типа счета код относительно начинается, 500 долларов, 1000 долларов, небольшое все. Никогда не предлагаем. То есть, во-первых, за вами закрепляется экспертство, потом работа в случае 10 лет. То есть, по регламенту вам выделяется как минимум 5 часов в неделю на обучение, на тренинге. То есть, это как раз теоретическая информация, которая вместо того, чтобы, не знаю, рискать по интернету, по книгам, по видеокурсам, да, где-то там и черпают, где-то там, в голове сыр-бор, ничего не понятно, и вот вы в просадку, только нажав кнопку, да, один раз своей рукой, вы уходите в просадку. Так всегда это и получается. У нас, да, это 5 часов в неделю расписание вы составляете себе сами. То есть, допустим, можете использовать 5 часов в понедельник, 5 часов можете расписать по часику, окей. Да, это чисто на теорию. В дальнейшем так же открываются сделки в каком формате? Вы, например, открываете сделку с экспертом. Вам предоставляется не только торговая рекомендация для определенной индикации, но вам, допустим, вы судите с экспертом вот так же стол, да, мы сейчас с вами общаемся. Сергей, я извиняюсь, то ли качество связи стало хуже, то ли из-за того, что вы быстрее говорите, чем Даниил, мне тяжело стало воспринимать информацию. Может быть, информация для меня тяжелая. Вот, вы бы не могли, ну, если такая возможность, улучшить качество связи или чуть-чуть медленнее говорить, потому что я, ну, у меня сейчас голова взорвется. Я понял, хорошо. Смотрите, да, вам выделяется 5 часов в неделю. Это я, нет, это я, нет, это я все понял, просто приходится, знаете, вслушиваться. Ну, связь, наверное, плохая. Понял, понял. Хорошо, смотрите, второй момент, как открывать с экспертом связи. То есть, первое, что вы получаете, это свой личный телеграм-канал с торговыми рекомендациями. Ну, групповой вы имеете в виду канал? Это раз, да. Это минимум, который я даже на него особо внимания не обращу. Я сейчас могу в него, вы можете меня сейчас добавиться, или я сам могу добавиться в него сейчас? Мы предоставляем его только клиентам наших фондаций. Все, понял, вопросов нет. Да, потому что мы там сделки действительно качественные, но не настолько прибыльные и публикуем, да, чисто по теханализм. И подкрепленные, да, определенным каким-то фундаментальным анализм. Второе, что вы получаете, это СМС сигналы. Во-первых, в СМС виде личный на телефон, да, именно лично для вас, которые подготавливаются, присылают, ну, там, определенными отделами, не групповые, а лично вам телесные. Третье, что вы получаете, это аналитику на почте, развернутую раз в неделю, счетка по формату, что будет у нас ожидает на следующей неделе. Какие события, что нам там несет деньги, все подробно максимально рассчитывается. Ну, ребята, как вы открываете сделки с экспертом, вы садитесь, общаемся, кто-то с вами, подключаемся в анидеске, в скайпе, где угодно, с демонстрации экрана, мы с вами садимся, берем какое-то определенное событие. К примеру, сейчас событий массовые. Вы вообще, когда вы пытались сделать что-то открыть, вы как-то анализировали рынок или вот как в казино, наугад? Ну, конечно же, я пытался что-то там анализировать, смотреть на индикаторы, на историю, на разных там фреймах, но понимаете, всегда это сводилось примерно к казино, вот примерно так. Я понял. Ну, в принципе, тогда это на самом деле нормально, потому что вы потеряли деньги, это в порядке вещей. Все, на чем базируется, да, то есть это, во-первых, на индикаторах, да, это часть теханализа, базируется заработок, это 40 процентов на тех индикаторов, которые, ну, по типу линии Боллинжера, криволинейной регрессии, допустим, индикатор очень крутой, больше, чем робот, там, с вероятностью 90,9. Я сейчас пытаюсь обуздать авесомий осциллятор и РСАЙ. Боллинжер, вот эти полосы, я вообще их не понимаю. А авесомий осциллятор и РСАЙ, там, когда зеленое становится одновременно, тогда можно заходить, ну, так мне объяснили. Да, это базовые, это базовые, базовые, да, такие. Есть интересные индикаторы, криволинейные регрессии, допустим, если я вам покажу, в этом-то тысячу долларов, по 50, да, там, допустим, долларов, будьте здесь спокойно. А покажите, покажите, Сергей. Может показать, но это у нас с вами идет на обучение. Понятно, я понял. А смотрите, а вот там у вас на сайте, где регистрировался, была эта реклама, и на терминале, кстати, тоже, вашего обучения. Я могу поучаствовать в этом обучении? Обучение, потому что на сайте вы имеете эти курсы? Да, 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 вот смотрите, мне Данил сказал, что, ну, можно пообучиться, если ты не, ну, типа, работаешь не со специалистом, вот. Но я бы все равно бы прошел, если такая возможность есть. Смотрите, Гриф, Гриф, на самом деле, что могу, в принципе, предложить? Да, наша компания, я говорю, так я не знаю, желательно закончу мысль по поводу сделок, что, в принципе, происходит. Да, у нас просто обучение, это, как, практически, так, к чему я и верю. Да, мы обучаем клиентов на практике, чтобы вы получали действительно какую-то информацию, и она у вас вкладывалась в голове. Отлично, почему? Потому что, как вот мы с вами, да, берем сделку, мы ее подклепляем, индикатором, это с одним событием на рынке. То есть, происходят какие-то события интересные, там, отчеты по запасам второй нефти. Ну, смотрите, ведь отчетов, да, ну, вот этих событий, их же не так и много, да, вот там этот нонфарм, вот который, я знаю, самый крутой отчет, он там бывает чуть ли там не раз в квартал, по-моему, или раз в месяц, но редко, то есть. Ну, смотри, допустим, если брать месячный, типа, отчет, есть и деньги. По запасам второй нефти 17 тысяч каждый срок. А есть месячный, там, допустим, по безработице предварительные основные отчеты, ATP, NFP по безработице в Америке. Также есть канадские. То есть, и на самом деле массы, буквально каждый день отчетов выходит, да, просто они разного, ну, так сказать, увеличены, увеличения волатильности на рынке. А так отчет есть, естественно, каждый день. И просто они должны эти отчеты чем-то потреблять. То есть, выходит аналитик. То есть, не просто выходит отчет, ну, вышел отчет, ну, что дальше? Непонятно, цена-то будет расти или падать. Так вот и я тоже так думаю. А как вообще? Для этого у нас есть аналитики. Да, то есть, ребята, которые сидят перед монитором. Все, правда, вещи. То есть, у нас компания составляет не 5, не 10 человек. Нам, у нас компания, я считаю, 20 тысяч экспертов, да, то есть, вместе с менеджерами, еще меньше считая бухгалтеров, да, сильно делать так далее. Знаете, то есть, большая часть этих людей не общается с клиентами. А они предоставляют аналитику, предоставляют аналитику, допустим, вот эти технические, например, они занимаются с обучением, сам отливают сделки, помогают клиентам отливать. Мне предоставляют аналитики и сделки. То есть, они сидят сутки перед мониторами, условно. Знаете, то есть, в сутки там мониторится ситуация по всему миру, макроэкономические события. И вот как раз вот эта вот аналитика, она вам во время сделки не предоставляет. То есть, мы разбираем полностью, да, то есть, условно, там, полчаса нам надо, значит, полчаса, час нам надо, чтобы покупать информацию, да, еще час идти. Да, разбираем эту информацию, и на практике вот мы эти знания закрепляем с вами сделки. Наш мозг получает какое-нибудь поощрение в виде прибыли, да, и поэтому у нас это где-то с вами откладывается. Именно поэтому вы запоминаете и в будущем, если такое же событие будет на рынке, вы уже будете понимать действия. Да, через пару раз, то есть, мы берем практическое обучение, даже с минимального типа счета, мы работаем вот где-то вплотную, да, не как там в Альфаре, якобы, работают, да, мы предоставляем обучение нормальное, только от состава тысяч долларов. Мы предоставляем даже с минимального типа счета, потому что мы ориентируемся на новичков. Знаете, есть такая фраза, легче научить человека, чем его переобучить. Да, да, я согласен с этим. Поэтому, знаете, что по ссылкам могу сказать, там, знаете, с минимального типа счета, ну, там, примерно, то на то и выходит, да, вот, на 8 месяцев, там, 500 долларов начинает, с минимума у нас по счету, когда оно у вас, не тысяча, а минимум, 500, да. Всего, если 500 начинает, то там, порядка 500 долларов доработка, за месяц только спокойно можно. Да, мне кажется, 500 это даже, наверное, мало, 500, ну, должно быть быстрее. На валютный рынок и на товаросырье, вот, 500 долларов вполне хватит. Надо, когда начала работать. Нет, но вы имеете в виду, 500 долларов заработать в месяц? В месяц, да, это на конкретно четко, если мы торгуем с вами по отчетам, которые есть стабильность. 4 отчета по запасам самонефти, НСП, 6 отчетов, вот, красно, свою сумму депостанет. Мне кажется, что 500, это маловато, потому что это сколько тогда получается, если с 1000 долларов 500 в день, блин, 500 на 20, это сколько будет? По 25 долларов в день. У меня просто так роботы мои зарабатывают. Если просадку убрать... Я говорю не с 1000, я говорю с 500. Я вам говорю это, если вы будете заходить на платформу 6 раз в месяц. А, я понял. Это то, что вы будете зарабатывать. Помимо этого, есть масса событий, которые не происходят в ежедневных. Да, это просто пассивно почти. Да, ты сможешь, это реально пассивно, потому что 6 раз в месяц, зайдите слить здесь. Вот то, что вы получаете, это почти 100% от своего капитала. Помимо этого, есть масса событий. Так, начиная от того, что в Испании может снег выпасть, заканчивая ураганами в Америке, где согрелся завод Теслы где-то. Да, допустим. Да, 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 это понятно. Отопительный сезон. Возьмите газ, пожалуйста. Встройте график. Когда трючерся на газ, с залоговой суммой, маржев 36 долларов. Вот, сейчас секундочку обманываем. 32, по-моему, там было, это залоговая сумма. Ну, то есть маржинальная. А, 24 даже. И мы открываем с вами тот же самый, допустим, ну, дневной график, даже если мы с вами откроем и посмотрим на, что у нас с вами было с 31 мая этого года, у нас с вами газ составлял 1 доллар в 70 цент. То есть за кредитом в плече к 1-2 стандартным, который предоставляется. И если бы мы тогда, допустим, с вами открыли позицию маржевой 24 доллара, дать даже меньше, чем валютный. И закрыли бы сделки сегодня. Просто пассивно. Ничего абсолютно не делай. Заработок вашего БСССР остается 4 тысяч долларов. Если вы можете посмотреть на графике, это не просто мои слова. Да, это действительно все подвижается. Нет, так это понятно. Нет, на истории-то очень легко торговать. Понимаете? Даже если я сейчас посмотрю на графики прошлых времен, я тоже скажу, где там можно было заходить. Это все понятно. Так есть проблем. Я могу вам и сейчас сказать, где заходить, где выходить. Сейчас газ, просадка. Объясню, почему. Пошла просадка. Во-первых, госзакупки закончились. Да, то есть, почему был резкий скачок вот последний мида. А госзакупки при чем здесь? Как это? Госзакупки при чем здесь? Как это? А что, подождите, вот давайте вот так, Григорий, либо вы просто шутите надо мной, либо вы действительно не понимаете, на чем вообще цена базирует. На какие-то определенные позиции? Подождите, подождите, на рынке Форекс влияет госзакупки? Чисто. А как вы еще? А подождите, на чем базируете? давайте, окей, хорошо. Давайте возьмем любую валютную пару, USD, доллар, например. Как цена вообще двигается? Кто-то решил много купить. Не знаю. Там, например, не знаю, там, Германия, допустим, евро, да, евро они покупают. Вот. Соответственно, они там выставляют, ну, ордера, там, я так понимаю, отложенные на покупку евро. И когда цена касается какой-то цены. То есть, понятно, что они хотят покупать евро, там, подешевле, наверное, вот график спустился до нужной цены и выкупает их небольшие-большие ордера. Идет большая покупка, соответственно, рынок на это реагирует. Большая закупка, а госзакупка, это небольшая закупка по вашему? Когда, допустим, Германия у России покупает натурального газа на сумму конкретно там... Нет, подождите, госзакупки, насколько я вообще понимаю, это, вот я почему вас и не понял, когда я сказал, Германия, я не имел в виду правительство, я имел в виду там Центральный банк Германии или, ну что там, какая-то биржа германская крупная. От какой суммы? Правительство своя казна из заднего кармана оплачивает или что? Из каждой страны. От Центрального банка. Ну, насколько я знаю, Центральные банки, вроде бы, они не подчиняются государству, они как-то подчиняются вроде... Такая закупка откуда? Международному валютному фонду? Не, ну я давайте сейчас просто дорасскажу, а госзакупки, госзакупки, это, ну, например, в России, да, необходимо, я не знаю, там, закупить автомобили, выкладывается на какой-то сайт, заявка, о покупке, там, 100 автомобилей, допустим, и идет тендер, и кто дешевле, там, предложит, ну, то есть, там показываются определенные условия, там, допустим, чтобы была такая-то мощность, вот это госзакупки, вот я и говорю, я не понял, а как госзакупки могут влиять вообще на цены? Когда, допустим, Германия, страна Германии, Европа, знаете, такая вещь? Это, это самая крупнейшая экономика в Европе, конечно, знаю. Закупает газ, да, закупает газ, на весь отопительный СИЗО, одним днем заключается контракт, вызывает спрос искусственный, условно, хотя все его знают, что он будет, но и вызывает искусственный спрос, потому что все знают, что цена будет расти. Это называется психология рынка, когда люди просто знают то, что, да, будет какая-то закупка, и они начинают также приобретать. Это вызывает искусственный спрос, и кто первый зашел в сделку, тот первый открыл позицию, тот больше всех и заработал. Вот так и работает весь Орекс, и вся фондовая биржа, да, и так далее. Это все базируется на психологии рынка. Если какие-то события на рынке не были, и подсчеты идеальные не выходили, если крупный игрок на бирже, да, любой крупный, любые крупные инвестора решат поменять направление в другую сторону, этого им никто не запретит. Обратите внимание, допустим, на примере криптовалюты просто будет легче вам объяснить. Посмотрите, пожалуйста, на криптовалюты, что сейчас не происходит. Упало. Упало. А давайте мы с вами вспомним про Доги Коин, который в тысячу процентов вырос, потому что его просто купил Иван Баск. Ну, а это вообще не его разве криптовалюта, Доги Коин? Нет, это не его криптовалюта. Я купил просто. Я думал, что она была создана в шутку как раз там его конторы, нет? Нет, не его конторы. И просто ему эта шутка понравилась, что он приобрел определенное количество криптовалют. И тысяч процентов просто выросло. А сейчас? Вот поэтому сейчас просадки, сейчас вся криптовалюта в определенный процент. Что особо за криптовалютом рассказать не буду, я больше криптовалюта я тоже криптовалюту. Я просто, ну, так как нахожусь вот в этих пабликах, там, где, ну, в торговых, там иногда обсуждают криптовалюту, я сам тоже не очень сильно интересуюсь, но она сейчас очень сильно просела до 43, по-моему, тысяч. Алло, алло. Да-да-да. Слышно? Да-да-да, слышу, слышу. Я понял. Я просто от него слышал последнюю вашу фазу. Нет. Да, вы меня узнали? Вчера с вами общался, вечером. Да, вы почему-то оборвалось и не перезвонили. Да, у нас просто свет отключили и у нас все круто. Все понятно, я ждал, ждал. хорошо. Да-да-да, конечно. Просто не помню на чем остановились, как-то резко так оборвалось. Ну, мы когда остановились и там спрашивали про нашу компанию, спрашивали, чтобы было интересно. Да, я просто разговаривал уже с аналитиком, да, по-моему. Да-да-да-да-да-да-да-да, и вот, если честно, даже не помню на чем как-то так резко оборвалось и остановились все я понял хорошо но меня ничего не смущает и я в целом вот хочу научиться торговать вот мы вчера как раз да вот я помню с вашим аналитикам да там как раз обсуждали он там рассказывал что такое маржа по каким-то терминологии по такой до которая мне а мы затем мы остановились ним на какие на новостях на обсуждении новостей но я говорил что по новостям не торгуют сегодня остребил новость выходит на 3 по москве про запас второй нефти нет нет не слышал я просто за ну нефтью не торгую поэтому я в целом но я в целом за но это не слежу nonfarm только я вот это как-то такая сама громко новость которую я слышу вот а все остальное ну как бы не торгую новости остальные ну я не вам тоже я но но сам сам выключаю ну я не помню вам рассказывал или аналитику очень опасно торговать на новостях в том плане что не знаешь куда цена пойдет она может дернуться в любую сторону потом развернуться то есть соберет отложенные ордера и поднесет в минус но у меня по крайней мере вот так вот я пока не научу да это вот но на самом деле я пока даже не понял как такое достигается потому что если поставщики даниил и дело в том что смотрите вот когда все участники рынка у них плавающий спред а где-то вот белого ворона появляется с фиксированным спредом это выглядит необычно но я так понимаю что спред зависит от поставщика ликвидности и и от брокера самого да то есть брокер может при приплюсовывать к спреду свою выгоду а вы получается что выгоду не приплюсовывать а даже снижаете да то есть как-то там обрубая углы я вам говорю что конкретно оставить комиссию компания брокера понимаете я вот в этом во всем не разобрался мне бы знаете мне бы может быть на каком-то примере посмотреть вот если бы зайти на ваш сайт вы там показали как вы вчера говорили что с любой сделки платится два с половиной доллара да это по валютным парам средняя комиссия по валютным парам два с половиной доллара так а чем вы еще торгуете кроме валютных пар золото это является валютной парой или это уже металл а все хорошо понял а сколько тогда на золото значит с одной сделки у вас да покажите на сайте заходить да да на сайт заходите хорошо так сейчас захожу так я еще пока не зашел одну секунду нет конечно дополнительные конечно дополнительные я бизнес-тренер бизнес-тренер ну это это громко звучит вообще тренер просто тренер в магазине пятерочка обучаю продавцов обслуживать покупателей и вот так но трудовой у меня записано бизнес тренер так что это звучит немножко солиднее а тогда тренер по персоналу как работать вот вы я не знаю ходите в пятерочку нет понятно ну вот да 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 ну вот соответственно нет но у нас еще кроме пятерочки есть магазины виктория перекрестки и глобус ну вот ну питорочка у нас и дискаунтеры самые начальные вот и я вот только начал работать дальше хочу перейти уже на больший уровень вот но есть свободное время просто работаю дома удаленно разрабатываю тренинг и обучение так что да есть возможность поторговать так скажем а тема заинтересовала потому что в интернете очень много стало информации вообще про трейдинг просто там из каждого утюга сейчас просит а вы ранее встречались нашей компании когда вот на капуле нас нашли в общем скажите пожалуйста да мне кажется что я раньше тоже как-то с вашей компанией сталкивался я только не помню в каком контексте но в целом я слышал вашу компанию я видел вас на инвестинге возможно я с инвестинга вас увидел возможно но там там в инвестинге есть список брокеров и соответственно я мне кажется что с инвестинга приятно да приятно а почему почему что в этом такого допустим многие люди по рекомендациям приходят близком окружении никого торгующих нету мы еще пока не доросли до этого но я имею ввиду вообще наша страна да вот в глобальном плане вот у меня например я из своих прямо от близкого окружения да вообще никого не да я даже не знаю каких-то дальних знакомых кто бы торговал может быть конечно торгуют но втихаря не хвастаются до своими успехами и я к сожалению не знаю так все я зашел на сайт нажимайте раздел трейдером выйдете раздел такой трейдером да все вижу это будет таблица текущих спредов до 3 сверху нажал так да нет нет только вот посмотреть по usd доллару о евро доллар точнее какой спред евро доллар так 20 скажите а здесь в пунктах или в пипсах указано указано в пунктах или в пипсах по четырех знаку или по пяти знаку я понял но смотрите если вы уточните у аналитика он вам скажет скорее всего так же как я значит пункты это четыре знака после запятой а пипсы 5 знаков после запятой вот мне вот понять у вас вот например евро и usd значит на счете мини я так понимаю то есть это самые большие спреды так на счете мини 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 все я понял это в долларах все я понял слушайте а вот евро чешская крона 316,50 это что за открытие сделки чешской кроны евро вы берете 316 доллар а евро рубли подождите подождите евро рубли вы берете 73 доллара за открытие сделки а что такие конские цены у вас 73 доллара ничего себе евро турецкая лира или как там не знаю как правильно называется 362 доллара господи вот у вас аппетиты usd чешская крона 274 доллара слушайте тут не опечатано смотрите цена спреда указана в пунктах а то есть не в долларах да в пунктах господи а то вы меня напугали уже все да конечно все короче да вот я тоже думаю это как вообще такое может быть я так подумал может опечатка какая то так в пунктах это значит по 4 знаку так 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 возвращаемся евро здесь два с половиной два с половиной да ну конечно на счете мини с вами не поработать очень большая комиссия надо работать на счете только платинум вот до единичка стоит на евро долларе потому что сейчас у меня спред например в районе единицы даже иногда меньше спускается вот то есть мне надо рассматривать только платинум скажите пожалуйста условия подключения к платинум счету ну пожалуйста подключайтесь я понял понял а условия какие условия подключения к платинум да 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 все верно сейчас секундочку это даже на сайте найти сейчас я вам подскажу секундочку сейчас секундочку которые по мне вместе ищу ну я то не ищу потому что я не знаю где искать ну я вам подскажу секундочку да хорошо так заходите заходите опять же в раздел трейдерам ага трейдерам да ага вот и там да типы счетов да так секундочку уже что написано да типы счетов и рассматривайте ого платиновые 25 тысяч баксов господи чуток у меня нет такие деньги так давайте так говорите пожалуйста вас устраивает что вас что вас не устраивает скажите пожалуйста в смысле я еще никаких выводов не сделал почему вы решили что меня что-то не устраивает есть есть какие то вопросы по этому поводу а мы же с вами я не совсем понял мы же сейчас с вами это обсуждаем и какие то вопросы задаем вы мне отвечаете или там значит смотрите или уточняете и мы с вами ведем беседу не совсем понял вашего вопроса у меня знаете какой вопрос следующий смотрите то есть правильно понимаешь что платинум это наилучшие условия для торговли но для того чтобы подключиться нужно 25 тысяч долларов инвестировать правильно а ЕСН 50 тысяч долларов и что я понимаю что у вас есть вопрос ну вот у вас тип счета написано ЕСН я так понимаю это самый лучший тип счета потому что минимальный депозит 50 тысяч долларов ну вот а просто в таблице спредов нету ЕСН значит там нету спредов отлично предположить ну в принципе да что нулевые спреды конечно конечно это можно было бы отобразить ну ладно а смотрите если у нас платинум самые лучшие условия то вот например по валютной паре ауди usd спред на платинум выше чем на счете мини на счете мини 2.7 пункта а на счете платинум 31.12 скажите мне пожалуйста вот вы задаете такие вопросы вот такие вопросы знаете вот вы работаете с другими брокерами вот участвуйте в фаргах это значит вопрос какие то знаете вот давайте просто с вами с 500 попробуем и все зачем да как смотрите мы можем попробовать то конечно с 500 но просто не совсем понятно почему у вас здесь опечатка может быть в спредах нет потому что у вас давайте так давайте так по вашим словам вы зарабатываете миллионы по факту правильно что чего нет вы меня путаете с кем-то какие миллионы вы что я зарабатываю много да допустим да с чего вы еще решили что я много зарабатываю если я много зарабатывал я бы тогда не занимался бы тренером Я вчера тысячу долларов, ну, вы тысячу долларов вложили другому брокеру на его счет, правильно? Не вложил, а я торгую на тысячу долларов. Хорошо. Сейчас у меня 922 доллара, просадка 139 долларов. Если я сейчас все закрою свои ордера, у меня будет 782 доллара. Это что, миллионы, что ли? Хорошо, давайте так. Я вам рекомендую как, сделать депозит в нашей компании на 500 долларов, вы познакомитесь со своим личным экспертом, вы просто будете с вами работать, все. Все вопросы, которые в дальнейшем у вас будут возникать, вы будете уже обсудать на уровень выручения, что ли даже я. Ну, я чувствую, что вы плаваете, да, что вы не знаете многих вопросов. Да, да. Да, 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 это понятно. Я живу, что вы два года в нашей компании, понимаете? Я два года в вашей компании? Да, вы уже не понимаете многих вопросов. Не может быть, что я два года с вашей компанией, я только в этом году начал интересоваться брокерством, а торговать начал только этим летом. Я только летом начал торговать. Вы вот смотрите, вы общались в четвертом месяце, вы общались с другими монетами. Вот, да, ну нет, я, конечно, я начал интересоваться, начал вообще в целом вот этой темой интересоваться зимой, весной я начал более глубоко интересоваться, а летом я открыл свой первый счет. Но какие два года-то? Я торгую, дай бог, там полтора месяца, два может быть. А в 2015 году, вспоминайте, что было? В 2000 каком? В 2015. Это 6 лет назад? В 2017. В 2017. В 2017. 4 года назад, я вообще не знал о рынке, я узнал об этом рынке в январе этого года. А вы видите, а вы мне говорили, что вы с Тиньковом раньше торговали. Чем торговал? С Тиньков торговали раньше? У меня сейчас на Тинькове куплены карты, ой, господи, акции Сбербанка, тоже в этом году куплены. Тоже куплены акции Сбербанка, только в Тинькове, в этом году. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Григорий. А почему в прошлый раз, когда вы выходили в прошлый раз регистрацию, вы получили регистрацию на имя Руслан? Может быть, под псевдонимом заходил, потому что не хотел раскрывать свои данные, не знал вашу компанию еще. А что сейчас поменялось? Почему сейчас вы раскрыли свои данные? Ну а все, я начал уже все торговать, все, начал торговать уже. Раньше я этот рынок не понимал и регистрировался под псевдонимом. Где вы хотите торговать, извините, пожалуйста. Сейчас на Аль-Пари, сейчас я торгую только на Аль-Пари. Замечательно. Вы у нас хотите поторговать? У нас, в нашей компании. Ну, мне надо уточнить какие-то моменты. А что уточнять? Уточняйте, спрашивайте. Ну, смотрите, вот, например, вот вы, я сейчас нахожусь на сайте maximmarket.ai, правильно или нет? Да. Ну, правильно, да, конечно. А почему сайт был создан только в августе этого года, вот этот сайт? Почему решили закрыть старый сайт и открыть новый? Потому что домины иногда нужно менять, а не платные. Понимаете, нет? Ну, нет, не совсем понимаю, потому что обычно не меняют свои названия, ну и домины. А мы название не меняем. А кто меняет название? Вы поменяли. Мы не меняем название, понимаете? Нет, ну, был там maximmarket, например, там .com или там .net, не знаю, а стал .ai. Смотрите, был раньше .net, стало сейчас .ai. А maximmarket.info? А maximmarket.limited, это что такое? Где вы так смотрите, я не пойму? Да, ваш сайт, потому что когда заходишь на maximmarket в Яндексе, забиваешь, тебе там выдают несколько вариантов. И вот я там зашел, точно ваш сайт абсолютно такой же, maximmarket.limited. Я захожу, смотрю, тоже создан в августе. А зачем вы сайтов наплодили? Еще раз говорю, меняются домины раз в полгода, потому что они классные. Нет, у вас сейчас два брата-близнеца. maximmarket.in, maximmarket.limited. Есть, нету такого домина. Есть, зайдите в maximmarket.limited. А у нас нету, у нас нету. Нет, это просто, это может быть, кто-то ваш сайт копирует, мошенники какие-то, может быть, limited копируют? Конечно, конечно, может быть, но я не уверен в этом. Вот, смотрите тогда, Даниил, возможно, maximmarket.limited – это настоящий сайт, а ваш сайт – подделка. Может быть такое? Может быть. Григорий, может быть, понимаете? Как мне тогда разобраться, какой сайт настоящий? Или это, может быть, оба сайта поддельные? Тот, который я вам прислал, вы на нем зарегистрировали, попробовали, функционал. Вы в четвертом месяце, когда писали в поддержку нашей компании, вот уже самое сказали. Что сказал? Спроса, если про какие-то вы писали. Что сказал? Что вы говорите? Я не слышу, что сказал, плохая связь. Повторите, пожалуйста, я вас плохо слышу. Да, я вас тоже плохо слышу. Что я сказал о поддержке? Я не расслышал. Что вы про сайты, про сайты. Что у нас подделанные сайты. Что у нас много сайтов. Это не я говорил. Ну а как? Это Руслан говорил. А кто? Вы Руслан или Григорий? Вы кто? Я Григорий. Руслан – это вторая моя личность. Вторая ваша личность? Да. Это как получается? Расскажите. Кевин Кэмпбелл Крамп. Слышали такого человека? Нет. У него жило больше 20 личностей. Про него даже фильм документальный снят. А, да, я сказал, Кэмпбелл про него. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Ничего нормально уживались. А вы мне только же сказали, что вы не знаете никакого Руслана. Что это за такое? Объясните. Подождите, я вам сказал, что это мой псевдоним. Псевдоним, да. То есть вы не знаете его, правильно? Господи. Что значит «не»? Как можно не знать свой псевдоним? Это не существующий человек. Это человек, миф, легенда. Трейдинга. Я понял. Хорошо. С кем я сейчас общаюсь? С Кевином. Кем? Кевин. Кемпбелл Крамп. Знаете, если мы в дальнейшем будем с вами продолжать такие разговоры, они у нас и чем не закончатся. Да нет, да конечно не закончатся. Ну что, блин, понимаете, вы сайт сделали на быструю руку. У вас там даже спреды не совпадают. Вот ваш сайт – это подделка. Вы там спреды нафигачили. А, хорошо. Вы говорите, что у вас развоение личности, да? Нет. С чего вы решили, что у меня развоение личности? Вы не сказали только что. Это ваша вторая личность, правильно? Руслан – это ваша вторая личность. Это мой псевдоним, Господи. Хорошо. Я просто слышал. Это ваш псевдоним. Я вас услышал. Хорошо. Я Бурлаков Григорий Васильевич. Я вам задаю прямой вопрос. Скажите, пожалуйста. Я вам задаю прямой вопрос. Мы будем с вами работать? Мы будем с вами торговать или нет? Вот конкретно с вами, вот именно с вами – нет. Потому что у вас сайт – подделка. У вас спреды кривые. Вы даже не знаете, у вас спреды в долларах или в пунктах или в пипсах. Вы, мне кажется, не трейдер и не консультант. Вы, скорее всего, пользуетесь честным именем Максим Маркета. Хорошо. С кем вы хотите торговать? Торговать с надежным брокером хочу. Торговать. И желательно, чтобы не с Украины были консультанты. Хотя бы с Ростова или с Таганрога. Супер. Слушайте. Супер. Слушайте. Максим Маркет сделает надежная компания? Одна из лучших. Хорошо. Вы понимаете? Вы сейчас находитесь на их сайте. Почему таблица спредов кривая? Почему спреды на счете платинум больше, чем на счете мини? Мы сейчас не разговариваем с вами про спреды. Мы сейчас разговариваем с вами про сайт. Вы мне сказали, я нахожусь на сайте. Да. И этот сайт, скорее всего, реплика, не настоящая, сделана в прошлом месяце. Понимаете? И есть еще дубль. Максим Маркет Лимитед. Мошенники сделали несколько дублей сайтов. В том числе и вы. Вот относитесь к ним. Понимаете? И мы сейчас находимся не на настоящем сайте Максим Маркет. Настоящий сайт Максим Маркет. Максим Маркет. Инфо. А вы меня заманили к себе на точку айни. Так, звоните на Максим Маркет. Звоните на Максим Маркет. Точка инфо. Хорошо. Заходите. Ну, зайду, но уже, наверное, без вас. Вы-то какое отношение к Максим Маркету Инфоин? Прямо, зайдите, зайдите, пожалуйста. Сейчас зайдите. Сейчас. Хорошо. Это не заставит вам труда. Заходите. Я сейчас зайду, хорошо. Пожалуйста. Я люблю вызовы принимать. Роскомнадзор. Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен. О, смотрите. А вот, а как так, расскажите. Я вам говорю о том, что мы поменяли сайт, а вы мне не верите. Вот, мы были на этом сайте, мы его поменяли. Подождите. Как вообще это доказывает то, что Роскомнадзор заблокировал сайт Максим Маркет Инфо? А причина блокировки какая? От чего были, что он его заблокировал? Роскомнадзор. Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен. Хорошо. А, что правильно вы говорите? Сомнадзор заблокировал, он закончился. Сомнадзор это платная система, понимаете? Нет, с чего вы... Да я сейчас, видите, через VPN зайду, я попаду на этот сайт. Вы что такое говорите-то? На какой? Максим Маркет Инфо. Вот сейчас под германским VPN. Давайте, давайте, давайте. Все зашло под германским VPN. Давайте, давайте. Максим Маркет Инфо. Давайте. Ну все, что давайте, я зашел под германским VPN. Хорошо, на сайте куда вы зашли? На сайт Максим Маркет Инфо, на настоящий сайт. Я зашел на настоящий сайт. Вы на этом сайте хотите торговать? Что? Вот на этом сайте вы хотите торговать? Торговать? Да. Только не на сайте, а через терминал брокера. Хорошо. Вы можете сейчас пополнить счет на этом сайте? Да, а вам-то какая разница, вы к этому сайту не имеете отношения, да? Пополню, вы-то все равно это не увидите. Так я не имею. Я к этому сайту имею отношение. Давайте, давайте. Если вы говорите, что вы можете это, сделайте это. Или вы так, просто вы врете мне все время, я не пойму. Ну, подождите. Если вы мне врете, почему я не могу вам врать? Но я вам не вру. А с чего вы сказали, я вам не вру? Вы меня заманили на какой-то блядский сайт, реплику, понимаете? Где даже не удосужились, нормально его сделать. Хорошо, я вас заманили. Запалились на таблице спредов. Хорошо, послушайте. Что-то там про какого-то Руслана придумали. Послушайте. Да. Я вам задал вопрос. Вы можете сейчас на этом сайте торговать? По полной счет. По полной счет. Я свяжусь сначала с людьми с этого сайта. Я откуда знаю? Что вы с этим... Вы, кстати, а что вы мне говорите про этот сайт? Вы же сказали, что домен закончился. То есть вы меня, получается, обманули, а домен-то не закончился. Сайт-то работает. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Вы слышите меня, пожалуйста. Я вас не слушаю. Я вас слушаю. А я вас не слушаю. А я вас, да. Я вам задаю вопрос. А вы от него уходите, вы понимаете? Задайте. Вы мне сказали, вы не можете... Вы сказали мне, вы можете на этом сайте пополнить счет. В чем проблема? Проблема в вас. Проблема молодой человек в вас. А какая? Нет, давайте мы не будем... Вы меня постоянно вводите в заблуждение зачем-то. Попробуйте пополнить счет. Даниил, цель введения меня в заблуждение. Пор фавор. А вы меня не вводите в заблуждение, когда представляете с Русланом или вот с Григорием? Я вам Русланом не представлялся. Вы что-то там выдумали себе, а я вам подыграл. Возможно, эта сим-карта была у Руслана какого-то, я не знаю. Я эту сим-карту получил совсем недавно. Короче, ладно, Даниил, что вы хотите от меня? Чтобы я вам денег перевел. Скидывайте номер карты. Номер своей карты скидывайте. Чтобы было написано фамилию, что вы говорите, скидывайте номер карты. Не надо ваших денег. Послушайте. Мне не нужны ваши деньги. Мне не нужны. Давайте так, давайте. Вы сейчас на сайте. Вы сейчас на сайте. Машемаркет.инфо. Правильно? Все верно. В правом нижнем углу есть поддержка. Правильно? Да. Есть, есть, есть. Что спрашивать-то? Работаю ли я там или нет? Что я такой вообще? Данил Назаров. Меня зовут Данил Назаров. Сейчас. Давай. Так, я спросил. Сейчас ждем ответа. Ждем ответа. Хорошо. Данил Назаров. Данил, пока ждем ответа, скажите, зачем вы меня владели в заблуждение по поводу сайта, что он заблокирован? Не заблокирован, точнее, отшим, что он заблокирован. Но вы же мне говорили, что вы поменяли сайт, потому что этот сайт все, закончился, закрылся. Я не ввожу вас в заблуждение. А как, что это тогда было? Сейчас вы дождете ответа, и все вы поймете. Что я пойму? Мы с вами будем дальше общаться. Не отвечает. Скорее всего, сайт не работает. Давай, давайте, все работает, давайте, просто стоит немножко подождать. Расскажите пока о себе немножко, хоть знать, с кем я общаюсь. Откуда вы хотя бы? Из какого города Украина? Хорошо, я уже вчера о себе рассказывал. Помните? Ну, вы рассказывали неправду про какую-то там квартиру в Москве. Возможно, да, действительно, у вас есть жена, ребенок, здоровье им. Они не виноваты, что у них такой близкий. Но все равно, откуда вы? Я с Москвы. Я с Москвы, с Московского номера, правильно? Ну, вы звоните с какого-то 931, вообще без понятия, что это за номер. Московский или там... Дурок. Ну, это же IP-телефония. Вы мне вчера и этот вопрос тоже задавали, понимаете? Я вчера не задавал вам этот вопрос. У вас, видимо... У вас все смешалось в голове, какие-то миллионы вы мне приписываете, понимаете? Вы просто уже общаетесь со столькими многими людьми, что уже, ну, путаете их. У вас на Трибуку часто посылают? Нет. Я не буду. Абсолютно нет. Я не буду. Вы знаете, где в Москве находится Усачокский рынок? Я знаю, где Преснененская набережная. Я там работаю. Вот. А я живу недалеко от Усачевского рынка. Метро Плондонская, знаете? Ну, слышал. Вот в том районе. Вот в том районе я живу. Какая погода сейчас у вас в Москве? Хорошая. Да и хер там. Погода говно вообще. У Пакова нет плохой погоды, знаете? Это только если в песню петь. А так дождь, слякоть, холод, нет солнца. Потому что это Россия, детка. Тут всегда так, понимаешь? Хочешь хорошую погоду, переезжай на Украину. Нет, не всегда тут такая погода. А мы, понимаешь, русские суровый народ. Мы не можем жить в нормальных условиях. Нам надо пророчить. Весело с вами общаться. А что там у нас было ответа? Скажите, пожалуйста. Слушай, Дань, сейчас посмотрю. Подожди секунду. Дань, ты мне как родной уже стал. А, да, точно. Слушай, укажите, пожалуйста, ваш электронный адрес, который вы используете для регистрации. Анастасия какая-то ответила. Она, короче, про тебя не отвечает. Слышь? Что она написала? Она пишет, укажите, пожалуйста, ваш электронный адрес, который вы использовали для регистрации. Ну, укажите, у вас в этом проблема? Нет, в этом проблемы нет. Ну, а что она не отвечает-то? Вопрос простой же задан. Она не знает, с тем она общается. Я понял. С тем она говорит, кто вы такой. Все, все, вопрос, Дань, вопросов нет. Ну, что ты, я что, ну, скорее всего не понимаю, что. Так, есть, отправил. Понимаете, это же конфиденциальная информация. Она не будет лево-направо разглашать. А что, то есть я сейчас написал, с какого я электронного адреса, и все информация перестала быть конфиденциальной, да? Дань, ты, ну, Блиц, вообще, что классов закончил, какое у тебя образование, можешь сказать? Какое это сейчас имеет значение, не пойму. Я хочу теорию свою проверить. Какую теорию? Ну, ты сначала скажи, что с образованием, я тебе потом скажу, что за теория. Давайте, вы дождитесь ответа, а потом с вами поговорим. Поговорим, хорошо. Мне очень нравится твой говор, очень приятный, ласкает слух. Это же хорошо. Да, да, нет, это хорошо, да, на самом деле. Мне нравятся славянские языки, вот западные, понимаешь, красивые, когда по-русски говорят со своим акцентом. Ты, кстати, ну, не говори, как вот есть, да, не пытайся русским подражать. Да, данный специалист является сотрудником нашей компании. Вы хотите связаться со специалистом? Да, хотел бы. Да, все, сейчас он мне позвонит. Вопрос закрыт? Да, в смысле закрыт. Даниил, ты что, узнал имя, значит, человека, который работает в Максимаркете, представился им. Это же не значит, что ты Даниил Назаров, правильно? Ты, может быть, работал с Максимаркетом, узнал, что там работает Даниил Назаров, теперь его имя не представляется. Я вас понял. Да, давай на ты уже. Как? У вас где-то есть YouTube-канал? Я могу где-то посмотреть видеоролик? Ты имеешь в виду про мошенников? Ну, конечно. Дань, мошенники звонят по телефону, но ты знаешь, я очень ленивый автор, я почти не выкладываюсь, скапливаю, я про Максимаркет ни одного ролика не вижу. Да, есть канал, правильно. Мошенники звонят по телефону, слушай, когда-нибудь я соберусь и за весь 2021 год вот все ролики, все вот там часы, понимаешь, там 10 часов или сколько будет, мы там с вами проговорили, вот все одним роликом запущу, понимаешь? Хорошо. И вас, и Трейтал Крипта, и Юмагет. Как вас канал найти, я подпишусь? Что ты говоришь? Как вас канал найти, я подпишусь? Мошенники звонят по телефону. Так и называется? Так и называется, мошенники звонят по телефону, да. Бесплатно и без смс, без регистрации. Давай, Дань, ну перестань наявлять людей, ладно? И не говори, что ты в Москве живешь. Давай хотя бы, ну говори, что ты там в Подольске где-нибудь, я не знаю, может быть еще, ладно? Все, спасибо большое. Давай, бывай. Не занимайся такими больше. Иначе смерть. Отключайся, давай. Даня, ложи трубку. Тебе что, нельзя самому класть трубку, что ли? Это что, правда, что говорят про вас? Что вы бесправные и безвольные? Бля, ну я не буду точно трубку ложить. Вот ты, блядь, сто процентов, понимаешь? Я сейчас на зарядку телефон поставлю, чтобы... Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok